Маткульт, привет всем! Друзья, продолжается рубрика «Объясняют математику Саватееву». На этот раз нашим гостем является Миша Финкельберг. Миша, привет, дорогой, привет! Спасибо, что пришел. Миша из матфака высшей школы экономики, правильно понимаю, да, основное место работы? Ну, наверное, из стекловки тоже, скорее всего. Нет, то есть у тебя просто вообще, да, так вот по старинке одно место работы. Нет, ну еще и ПИ. И ПИ. А, и в Сколтехе. И в Сколтехе, вот. То есть матфак высшей школы экономики, институт проблем передачи информации, если я правильно понимаю. Ну, Сколтех, да, это Сколтех. Вот. И, соответственно, Миша сейчас расскажет нечто, для чего нужно на самом деле знать теорию гомологии. Я не утверждаю, что я ее знаю, но я когда-то в университете пытался ее проходить и даже сдавал. В рамках там какого-то курса дифгеометрии, скорее всего. Вот. И вот я на днях попытался немножко ее освежить и наткнулся на очень хороший курс на степике, теорию гомологии, подписался на него. К сожалению, не помню автора, но мы найдем и в указании к ролику укажем. И без знания обычной теории гомологии то, что сейчас будет происходить, не может быть понятно в принципе от слова совсем. Но вот вооружившись чуть-чуть знанием, вот, освеженным в моей голове, я сейчас буду пробовать что-то понимать. Но я знаю, что на канале есть примерно сотня подписчиков, а может быть даже несколько сотен, которые более высокого математического уровня, чем я. И вот это, собственно, вся рубрика для вас. Вот. Так что слушайте и пытайтесь понимать. Миша, давай. Спасибо за приглашение. Ну вот я расскажу как бы два несвязанных внешне сюжета, но их связал Андрей Вейль в 40-е годы 20-го века совершенно чудесным образом. И вот посмотрим, что получается. Значит, первый сюжет это про обычное многообразие. Гладкая, да, да. Бес края, да? Да. Компактная. Компактная. Хорошая такая, классная. Да, да. Даже может быть ориентированная. По крайней мере ориентируемая. Конечномерная, естественно, как всегда. Конечномерная, да, да. Так что мы все точки над «и». Да. Тогда можно рассматривать его к гомологии с какими-нибудь коэффициентами, ну, скажем, достаточно с рациональными коэффициентами. Вот. И на них есть умножение. То есть это такая алгебра. Так, а как мы умножаем? Вот я, если мы пересечения как бы циклов берем, да, это я примерно представляю. То есть мы берем камерное многообразие, пересекаем с n-камерным, да? Да. Ну, и получается какой-то конечный точек с плюсами, минусами. А здесь что делаем? Ну, это гомологии были. Да, а здесь когомологии. Ну, можно так очень формально к этому подойти. А именно, если есть отображение из игрока в х, какой-нибудь фи, то обязательно отсюда получается отображение на когомологиях в другую сторону. То есть так как они, когомологии на циклах принимают какие-то значения? Контравариантные, да. На гомологиях, естественно, отображение вперед, а на когомологиях назад. Вот, ну и теперь у нас есть всегда диагональное вложение из х в произведение. А когомологии произведения, они, естественно, изоморфны к тензорному произведению когомологии. Мне кажется, это называлось формулой кюнета. Кюнета, золотые слова, да. Ага, когда-то, когда-то это была формула кюнета. Совершенно верно, да. В 1903 году на Дивгеме в Мехмате МГУ. Ага, вот. Поэтому, значит, у нас возникает из-за этого отображение. Кажется, Федя Бороном звали. Со звездочкой, да-да-да, из когомологии X. Тензорно когомологии X. В когомологии X. Это вот и есть умножение. Сейчас тут чуть-чуть ниже пошло, чем доска. Так, наверное, перепишем вот здесь, да? Перепишем, хорошо. А я пока буду осознавать. Я перепрыгну сюда и буду осознавать. Значит, получается, что мы... Значит, это у нас диагональное вложение. Да. Здесь жили когомологии, которые были вот тут. И для... И отсюда, соответственно, вверх пошла... Да-да-да, то есть вверх это в X. Отсюда сюда пошло соответствующее... Да, и вот это умножение. Ух ты. Вот. Да. Или еще можно сказать так, что если мы коэффициенты немножко расширим до вещественных чисел, то тогда есть такой изоморфизм Дерама. Так, сейчас какой-то будет внешней формы, наверное, появится, да? Да-да-да, совершенно верно, что вот такие топологические когомологии с вещественными коэффициентами изоморфны когомологиям, ну, то, что называется Дерама. Ну, они тоже с вещественными коэффициентами. То есть это комплекс дифференциальных форм от его когомологии. А дифференциальные формы можно перемножать просто. Значит, здесь... Да, внешним образом, да? М, да, возникает из внешнего. А, это тоже самое умножение, да? Умножение, да, ага. В когомологиях будет ровно то же самое. Ага. Так, ага, какая картинка. Окей. Вообще подходов к ним очень много, да, всяких там симплециальные есть, есть, да, какие-то там сингулярные, да? Да, 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 многочисленные. То есть вот там некоторые для многообразия, некоторые для оболевых вычислений. Я сейчас сотру, да. Некоторые для даже топологических, да, пространств немногобразий, да, что... Да-да, многообразие использовалось здесь только для изомофизма Дерама. Для Дерама, ага. Так, просто когомология будет любого топологического нормального пространства. Да. Умножение на них есть. А-а-а, но там какие-то двойственности, да, не работают для негладкости, да, если начинается? Вот, вот, да. Теперь гладкость сейчас будет применена для двойственности Пуанкары, да. Так, всплывает, Федя Воронов всплывает. Уборщицей будешь работать. Так он тебе говорил? Мне, когда я не решил какую-то простую задачу, да. Да. Помню, помню, да. Да, конечно. Это все, что было до этого, он говорит, что это вообще не математика была. Я говорю, почему до этого все было понятно, три курса или два с половиной, а тут ничего не понятно. Он говорит, а потому что до этого это не математика вообще была. Так, я это тоже, да, пока стивили, как бы, или вы сейчас старели? Можно стереть. Давай сетром. Вот. Да, я, да, я взял у Стайновского книгу. Саша Стайновский, мой одноклассник, который очень хорошо это все как-то понимал быстро, дал мне почитать. Книгу, сейчас скажу, Бот и Ту. И я ее зажирил. Ага. Она до сих пор стоит у меня на этом самом, на полке. Вот. И я даже иногда в нее заглядываю и думаю, думаю, надо отдать Стайновскому. Ну, спустя. Ну, сейчас, по-моему, уже поздравили. Его уже не получится отдать, соответственно, так просто. Мне кажется, у меня ты еще брал книгу Рудина, но отдал. Слушай, я отдал, да, Родина? Стайновский анализ. Да. А математического, да. Вот математического у меня есть, видимо, еще одна. Функционального где-то лежит, но не помню. Так. Ну, что же. Это, да, это некое, некое пре, это самое, да? Значит, опять возвращаюсь к тому, что х-то гладкое многообразие, ориентированное, и размерность его равна n, и тогда известно, что к гомологии, ну, в какой-то и той степени, равна нулю, если эта степень больше n. А в n-ной степени… Для драмы, понятно, формы просто не существует, а тут нет этих самых циклов, соответственно. А в n-ной степени они равны q, одномерны и прямо вот равны q. Очень хорошо. А теперь вот у нас было умножение, из этого умножения можно делать такое спаривание. Можно взять к гомологии какие-нибудь ик. Кстати, связанные мы всегда, да, имеем в виду? Да, 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 ага. Иначе было бы не q, в самом деле, да. Ага. Можно взять к гомологии и t, умножить на к гомологии n-i, и мы попадем в n-ной к гомологии, которая… То бишь в q. Которая одномерна q, да. Вот получается, что вот теорема Пуанкаре двойственности говорит, что это невыраженное спаривание. То есть для любого отсюда существует какой-то здесь, который им не убивается. Да. В ноль. В частности, кроме того, бывает теория гомологий, и она по определению двойственно когомология. Значит, h и ты… А здесь коэффициенты просто сажаются на подмногообразие, когда суммируются, как бы, да, вот здесь? Вот эти вот коэффициенты. То есть мы берем… Да, суммируем с рациональными коэффициентами. С циклом с рациональными коэффициентами. Значит, это подвойственно к и там к гомологии. Ну, это прям по определению. Не к минус и там, и там, да? И ты гомологии двойственно… К и там, да, прямо? К и там к гомологиям. Ну, и поэтому получается, если взять это определение и двойсица по аркаре, что… А, ну да, 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 это же отображение из и там в ку просто. Это все, да? Да. Да. Н минус и ты. К гомологии. Изоморфная и там гомология. В частности, если есть какой-то цикл… Вот здесь вот. То его отвечает некоторый класс здесь. Цикл здесь, класс здесь. Двойственный класс по пуан-каре. Так, наверное, он будет действовать пересечением, как бы количество точек считать, да? Да, совершенно верно, да. И, в частности, значит, пусть Y и Z – это циклы дополнительных размерностей. Да. Тогда у них есть индекс пересечения. Да, кстати, ситуация здесь пока вещественная, да, полностью? Многообразие вещественное, да, но ориентированное, чтобы… Но ориентированное, да. Если бы оно было не ориентированное, неориентируемо даже, то старших гомологий тоже бы не было. А с национальными процедурами тоже были бы нулевые. Там ничего не работало бы, может быть, только с коэффициентами Z, по-моему, 2. Двойственности такой, да? Ну, она была бы только с коэффициентами по модулю 2. А с национальными коэффициентами ничего не было бы. Значит, есть индекс пересечения… Это в гомологиях. Но он же равен их произведению двойственных циклов в когомологиях. Не знаю, как их обозвать, двойственные циклы. Но которые будут в когомологиях. Это произведение… С помощью вот этого мы таскаем туда-сюда, да? С помощью вот этого мы таскаем туда-сюда, да? То есть смысл внизу совершенно ясен. Дополняющие размерности цикла пересекаются по конечному числу точек с кратностями. Мы считаем их суммируемыми и получаем значения. Ну, а вот поднимая наверх, мы заходим в эти линейные пространства над Q. Ну, и там как бы вроде как линейную алгебру можно применять, всякую матрицу писать. То есть, в частности, если мы будем представлять себе эти двойственные циклы драмовскими внешними формами, то… Ну, вот это будет как-нибудь там ПСИ, а это будет как-нибудь ФИ. Да, то их… А то вот здесь написать, что… А давай я сейчас сотру уже, мы уже поняли, что… Да, что вот это… Мы работаем на связанном, гладком, ориентируемом, n-мерном, компактном многообразии. Кстати, если, ну, как бы кто-то забыл, это, в принципе, просто в двоймерном пространстве какие-то… Ну, какие-то поверхности, там, n-мерные. Ну, там двойн не более, чем двойн-мерном. А вообще… Я взял стеор вот это, да? Нет, это все прекрасно, а почему-то двойн? Ну, там, вроде как, любое многообразие вкладывается в обычное… А-а-а, я понял, понял, да-да. Просто с ним обычно проще как-то вот психологически, да? Если оно… А-а, представляете себе, что многообразие вложено… Да, просто в какая-то многомерная поверхность. В двойн плюс один, может быть, для верности. А, с компактным, по-моему, двойн там. Ну, неважно, это не имеет никакого значения. Так, вот. Спасибо. Ага, значит, вот это… Так, да. Это будет равно интегралу по иксу просто внешнего произведения ФИ на ПСИ. И эта форма максимальной степени, да? Да. Да, поэтому имеет смысл ее… Как бы объема, да? Или как она. И это просто… Ну, просто получается типа… Ага, все, я понял, да. Эта форма той же… Ну, как бы она… Получается она пропорциональная форма объема, да? Вот и коэффициент пропорциональной, так сказать. Это будет он. Да. Это будет он. Ага. Так. Отлично. Это… Да. Вот. Теперь, значит, то, что нас утилитарно интересует, из всего этого, это формула Левшица. Да. Да. Об общении Терем Брауэра, да? Об общении Терем Брауэра, да? Неподвижных точек, да. У нас есть какой-то автоморфизм альфа. Ну, эндоморфизм даже, из X в себя. Да. Совершенно, на самом деле, не важно, да, что он там может схлопывать размерности, какой угодно, да? Ну, теоретически… Ну, теоретически можно делать все, что угодно, да. Но сейчас мы увидим, чего от него на самом деле требуется. Ага. Значит, мы, в первую очередь, требуем, чтобы у него было конечное число неподвижных точек. Угу. 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 Да. Нож на всех неподвижных точек отображения альфа, вот так. Значит, это… Да. Это множество таких X-ов, что альфа от X равно X. Угу. Вот. И тогда утверждается, вот теорема Левшица, что, как бы, число этих точек… Райно посиданное, да? …можно вычлить через гомологию. Но, да, к сожалению, их нужно не совсем сложить, а сложить со знаками. Ну, да. Ну, это, видимо, вот, грубо говоря, вот в такой ситуации отображение из отрезка в отрезок, там вот это с плюсом, это с минусом, это с плюсом пойдет. То есть, в зависимости от того, в какую сторону пересекает, да? Да. Значит, это будет равно сумме по всем и от нуля до размерности, то есть по всем возможностям когомологий, минус единица в степени и след альфа со звездочкой на этах когомологиях. Когомологиях. А я сегодня вычитал про топологическую тюрему Левшица, что она в гомологиях, но это, видимо, один хрен, да? Ну, это один хрен, абсолютно, потому что след на двойстве будет точно такой же, да. Ага, ага, ага. Да, то есть… Альтернированный суперслед на всех когомологиях. Теперь, кто это плюс-минус единица? Значит, плюс-минус единица – это знак детерминанта на касательном пространстве, да. Знак детерминанта, да. Единица минус дифференциал альфа на касательном… Да, один минус. Вот, 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 вот. Здесь хорошо видно, что нужно вычесть эту единицу, и тогда куда он болтается? На касательном пространстве. Угу. В неподвижной точке. Потому что там, соответственно, д альфа будет действовать в себя же, в это касательное пространство. Да, 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 точно. И вот он дальше, ага, все, понятно. И, в самом деле, как у тебя замечательно нарисовано, это можно интерпретировать следующим образом. Во-первых, заметим, что он должен быть не равен нулю, во всяком случае. Да, да, поэтому мы не можем посчитать вот в такой ситуации ничего. Да. Эта ситуация запрещенная нам, в ней будут какие-то сбои, правильно? Вот так вот я сейчас нарисовал вот таким подходом снизу и возвращением обратно. Да, 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 такого нельзя. А, значит, что это значит другими словами? Другими словами это значит, что внутри квадрата, вот как-то нарисовал как раз. Да, да, икс сюда, идет икс туда. И другой экземпляр, икса здесь. У нас есть диагональ, как ты тоже нарисовал, а есть график нашего отображения альфа. Да. Так вот они должны пересекаться трансверсально. Трансверсально. Да. И это просто как бы локальный индекс пересечения. Вот это число, плюс-минус 30, локальный индекс пересечения, то есть… Трансверсально это ровно означает невырожденность соответствующего линейного… Ну, по-другому ведь никак не объяснишь, да? Просто вот соответствующее должно быть… Да, вот. Это должно быть невырожденно. Грубо говоря, собственные числа, если они были все, они все должны быть отличные от единицы. Да. Вот. И тогда все будет хорошо. Да. То есть мы… Значит, что такое это знак? Это некоторое согласование или рас-согласование ориентаций. У нас здесь есть касательное пространство… Ну вот… Да. Здесь оно такое, сначала идут все первые координаты, а потом все вторые координаты. А с другой стороны, можно взять все диагональные координаты, а потом все координаты вдоль графика. И вот спрашивается… Эти две ориентации согласованы или нет? Если согласованы будет плюс единица, если раз согласованы – минус единица. Угу. Угу. Да. Вот если бы мы были хоть в четырехмерном пространстве, жили сами… То мы могли бы это визуализировать… Мы бы видели хотя бы на поверхностях, да? Да. Было бы гораздо проще. Я думаю, что цивилизация, живущая в четырехмерном, выдумала бы все это очень много лет назад. Да-да-да. Вот я тоже давно мечтал для доказательства Капуанкаре жить в семиммерном пространстве. Да-да. То есть и ты видишь это все там, все пересекается как-то. Видимо, Перельман получил какое-то знание, да, такое сокровенное знание. Вот. Совершенно трансцендентное знание, как это видно там. Да. Вот. Так. Но, значит… Ой, я ее стер. Нет, ничего. Придется, да. Можно откатить назад. Значит, у нее, конечно, есть знаменитые приложения, но такое как бы самое популярное приложение… Формула Левшица это то, что нельзя причесать ежа. А-а-а. Терем Брауэр – это все таксистически простое приложение. Не-не-не-не. Терем Брауэр – это еще лучшее. Это самое такое дельное приложение, а это… То есть у любого автоморфизма сферы двумерной S2, сохраняющего ориентацию. Так. Есть… Ну, есть с учетом кратности, по крайней мере, две неподвижные точки. Ну, ориентацию сохранять необходимо, потому что иначе… вот у нас, упс, сфера… Перевернуть. Вывернуть самку. Да, перевернуть, конечно, да. Просто она вложена… Каждая точка антипод. Да, да, в R3. И соответственно… Негатив нет. Икс, игрок, з переходит в минус x, минус y, минус z. Неподвижные точки нет. Да. Так что ориентацию надо сохранять. Но если мы ориентацию сохраняем, то… А вот это потому, что на вторых гомологиях действует с минус единички. Да, совершенно верно. след альфа со звездочкой на нулевых гомологиях… Тривиален, да? Да. Вообще-то даже не надо быть сферой, он всегда тривиален. Он равен единице. Вот. Но след на вторых гомологиях он будет равен степени отображения, то, что называется, альфа. Так вот, значит, у антиподного отображения степени равна минус единица, и они сократятся. А у автоморфизма, сохраняющего ориентацию, это равен единице. Так. Значит, любой автоморфизм… А первых гомологий вообще нету. Да. Поэтому число левшится. Первых нету, нулевые есть, это Q, вторые тоже Q. Число левшится будет 2. 2. Да. И, соответственно, есть две неподвижные точки. А теперь, при чём тут еж? То есть это, видимо, имеется в виду, что мы направляем чуть-чуть в ту сторону, да? Да, да. Это векторное поле, да. Его можно чуть-чуть проинтегрировать, якобы. Да. Если бы не было неподвижных точек, мы бы его, как ты говоришь, проинтегрировали и получили бы автоморфизм без неподвижных точек. То есть мы делаем вот это, это как бы система defer-off, да, и мы её чуть-чуть решаем, по ней чуть-чуть решаем. Первый для любого epsilon больше нуля, маленького, это будет автоморфизм. Куда-то куда-то сдвигается, получается автоморфизм. Даже автоморфизм не обязательно, эндоморфизм. Эндоморфизм, точно. Этот альфа был эндоморфизмом. Да, если бы было векторное поле, то был бы автоморфизм, что противоречит. Да. Да. Отлично, отлично. Вот видите, почему нельзя причесать ежа, да? Всё равно какие-то иголки стоят вертикально. Да. Супер. Вообще супер просто. У нас ещё не было сюжета с причесыванием ежа никогда. Но там есть, конечно, более школьные доказательства, но они все, все эти доказательства содержат некоторую существенную трудность внутри себя. То есть, как бы, так же, как терем Брауэра, который из этой же серии, да? Да. Что любое непрерывное, значит, стягиваемое пространство, его нельзя в себя эндоморфировать без неподвижных точек. Она тоже мгновенно следует, да, из-за этого, потому что нулевые. Да, да, да. Кагмологи у нас есть, остальных просто нет. Вот. И вот этот Брауэр тоже, там любое доказательство, оно длинное и трудное. Оно, в принципе, сложное. Да. Вот. А тут, значит, ну мы, как бы да, мы упаковали это в теорема Левшица, которую, соответственно… Ну да, теорема Левшица, она… Нет, она совсем формально следует из теорема Пуан-Каре, потому что нам нужно просто пересечь график с диагональю, а индекс пересечения он выражает через умножение в кагмологиях. Вот трудность в доказательстве теоремы Пуан-Каре. Теорема Пуан-Каре, да? От двойности Пуан-Каре, да. То есть это все было известно, так просто для исторической справки. Это было известно сто двадцать лет назад, да, грубо говоря? Теорема Левшица, я думаю, это двадцатые или тридцатые годы двадцатого века. А двойность Пуан-Каре – это тысячдесят. То есть Пуан-Каре – это начало двадцатого века. Начало двадцатого века. Да, то есть вот это вот сто лет назад. Да, да. Просто иногда мне там спрашивают, да, вот что-то вот эта математика, которую я видел, она какая-то вообще, ну там кто-нибудь откроет случайно матфак какие-нибудь там лекции, да? Да, да. Это же не математика, это же непонятно что, да? Я говорю, это как раз математика. Это как Путин сказал тогда, да? Это говорит… Наши не любят политику, но просто был прикольный момент, что Путин рассказывал, как у него пришел учитель вести кружок в школе. Так. И, значит, ему очень нравилось это, и он подошел к учитель и сказал, ну это же не математика. Говорит, это как раз и есть математика. А то, что вы там в школе делаете, это, говорит, трое на ум пошло, четверо с ума сошло, это, говорит, арифметика просто. Вот. Но это в том же смысле. То есть математика двадцатого века, она просто совершенно, она просто не до неузнаваемости вся как-то поменялась. Она вот, если заглянуть в девятнадцатый век, это еще похоже на то, что учат в школах и потом в вузах обычных. Да. А то, что в двадцатом веке вообще ни на что не похоже. Вот это уже началось вот сто лет назад. Ну да. Нет, пока, мне кажется, еще немножко похоже. Ну да, на какие-то провинтые курсы ДИФГЕМа, да, которые есть в лучших университетах. Вот, например, да. А да, да, еще да. Ну что же. А дальше последнее слово про теорему Лев, что я скажу. Такое замечание. Что если икс многообразия над комплексными числами, то, ну да, ну и альфа, тоже гламорфный, не знаю, ну давай скажем, гламорфный. Ну да, комплант в помощь. То есть эндоморфизм. То все локальные кратности равны плюс единице. Потому что, значит, там был вопрос, как согласованы ориентации, но в комплектом случае все всегда вещественно ориентировано. Это поворотная гомотетия в одномерном, поэтому не может быть ничего. Да. А в многомерном, соответственно, это как бы набор, грубо говоря, да? Как-то так. Ага. То есть комплексно, комплексно гладкие, они просто всегда сохраняют ориентации. Они, во-первых, они всегда заведомо ориентированы. А, многообразие вообще заведомо ориентированное. Это можно было сказать с самого начала. Да. Оно двоенмерное. То есть двое больше над r, и оно всегда над r будет ориентировано. Размерность икса обязательно четная, и икс автоматически автоматически. Автоматически ориентированно. Ага. Да. Окей. Грубо говоря, локально это все задается там степенными рядами. Уравнения, да, задаются рядами, или даже у нас сейчас будут многочленными задаваться. Угу. Но главное, что ориентации сохраняются, и поэтому просто число неподвижных точек. Аааа. Без всяких знаков. По чесноку. Главное, чтобы не выражено. Да. Равно сумме вот минус… Трансверсально. Главное, чтобы трансверсально. Да. Сумма минус один степени и… След. А вот здесь все равно все чередуется, да? Да. Ага. То есть когмологии нечетные бывают, в принципе. Например… Здесь когмологии и так… Себя. И вот если взять какую-нибудь… Как называется? Бублик. По-научному это будет эллиптическая кривая. Да. А кто думал, что это называется торт, тот, конечно, прав, но это еще не все. Да. Да. То есть… Ну, про это Вадик будет рассказывать целый урок, поэтому… Так. Давай это оставим. Просто я хотел сказать, что у нее есть одномерные… Гогмологии степени 1. Да. Да, да, да. Имеется. 0, 1 и 2 в таких степенях. Даже в 2, да? Размерности 2. Вот. Окей. Значит, на этом мы перейдем к другому сюжету, который сначала кажется абсолютно несвязанным, но… Единственная мораль, которую мы будем использовать из этого первого сюжета, это что гораздо удобнее рассматривать многообразие над алгебраически замкнутым полем. Значит, давай эту мораль напишу. Ну… В силу вот этого или просто… Да, в силу вот этого. В силу вот этого. Да. В силу вот этого. Ага. 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 Так, отлично. Значит, это… Есть. Стираю, да? Стираем, да. И переходим… И переходим к сюжету номер 2. Совсем другому сюжету. Конечные поля. Правильно я понимаю, да? Конечные поля. О! Сейчас начнется. Сейчас оно начнется. Сейчас будут, наверное, какие-то переклички с Горчинским. Хотя… Не знаю. Посмотрим. Но так как там у нас появлялись вовсю конечные поля. При законах взаимности изо всех сил. Вот. Ну, или они будут пересекаться только по конечным полям. Сюжеты… Ну, законов взаимности не будет, к сожалению. Не, ну это не страшно. Это еще… Так что, может быть, пересечение будет небольшое. К моменту, когда вот этот ролик у нас будет выложен, второй Горчинский уже будет выложен. Красота. Да. А там уже вовсю это самое. Все законы взаимности. Угу. Вот. Вот. Значит, второй сюжет про дзета-функцию. Знаменитая дзета-функция Риммана. Это сумма n в степени минус s по всем натуральным числам. Ну вот, значит, это… Сюда s можно подставлять комплексное число. Угу. И оно должно быть достаточно большим. Именно вещественная часть должна быть больше единицы. И тогда это сходится. Да. Да. Ну, дальше она… Ее можно аналитически продолжить. Повсюду. У нее будет полис только в единице. У нее будет функциональное уравнение. Есть гипотеза, что все нули только… Гипотеза Риммана. Гипотеза Риммана. Гипотеза Риммана до сих пор не доказанная. Вот. Но… Значит, для нас будет важно Эйлерово произведение. Да. По всем простым, да? Что эта штука равна там, где она… Да. Ну… Там, где, по крайней мере, справа от единицы, да, точно будет одно и то же строго формально. А вот что делать с аналитическим продолжением, как там оно себя ведет, то, что ты сейчас напишешь, и то… Тоже одинаково? Да. Все одинаково, да. То есть… То есть это будет верно… В каком-то… Это некоторое формальное выражение, и они формально равны просто из-за основной теоремы арифметики. Да. Значит, при s больше единицы, вещественная часть, и то, и другое сходятся. Да. И поскольку они формально равны, то они сходятся к одному и тому же. Ну, а дальше оба аналитически продолжаются на все s с полюсом при s равном единице. А, ну да. Смысл слева и у этого отсутствует. То есть как бы… Да, да. Непосредственно наблюдаемые. В равной мере… В равной мере осмысленность их полная только справа, но дальше… Ага. Ну да. А это можете сами понять, что это то же самое, что основной теоремы арифметики, просто раскрыв скобки, повторив действие эйлера. Да. Получится по одному натуральному числу. да. Да. Теперь… Я хочу сказать, что это зависит на самом… что z функций очень много. Это самое важное, самое… в каком-то смысле простая в определении, но она связана с целыми числами. Да. Потому что вот эти p – это простые целые числа. Да. Так… Да. Целые числа. Вот. А теперь можно рассмотреть, в принципе, какое угодно кольцо здесь. Например, можно рассмотреть кольцо гауссовых числений. Да. И будет у него тоже z функция… Да. …для этого кольца, да? Да. По сути, вот так же и определяется, что ли, да? Абсолютно точно так же. Только там область сходимости другая, да? Будет там… Ну, априори, да, да, да. Значит, теперь мы должны заменить p на все максимальные идеалы. Ну, в гауссовых это пока все понятно. Очень понятно, да. Это 1 плюс i, все простые вида 4k плюс 3, и простые делители чисел вида 4k плюс 1. Это мы даже разбирали тут когда-то на канале, когда я представил уважаемой публике курс «Конечные поля» из четырех лекций. Угу. Да, так. Все максимальные идеалы. А теперь спрашиваю, да. Теперь спрашиваю, а что мы перемножаем? Раньше мы перемножали p в степени минус s. Вот это мы забываем, мы не будем писать все чисел, сумма всех чисел в степени минус s. Удобнее… Удобнее, по крайней мере, до поры до времени писать в виде Эйнерского произведения. Угу. Значит, все максимальные идеалы нашего кольца. Да. А теперь спрашиваю, что же мы будем перемножать? Теперь, если есть идеал m… Я могу попытаться догадаться. Да. Количество элементов в поле. Совершенно верно, да. Потому что p здесь явно не только p, но и количество элементов z по pz. Да, совершенно верно. И если мы хотим числа, то значит будет так. Ага. Ага. Будем называть n от m. Это число элементов поля а-фактор по m. Да. И здесь возникает два принципиально разных вида. Правильно, да? То есть у нас получается p квадраты для тех p, которые 4k плюс 3. Да. Да, 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 да. И сами p, когда… Да, да, да. Совершенно верно. В случае Гауссова. Но для каждого p еще бывает по два. Но для одних два, а для других один остается. А для один плюс 6. Еще бывает двойка, которая себя по-другому ведет. Да, да. Плюсы и 4 минусы – это уже разные. Поэтому их в обоих них по 17. Но это два разных множителя здесь, да? Да, да, да. А, соответственно, для, например, семерки идет множитель 1 минус 49 в степени минус s. Да, да. Вот так, да, устроено? Да. Значит, еще раз, z-функция от кольца а – это по определению. Ну, от s. То есть это тоже просто какая-то комплексно-значная функция в сущности, да? Произведение по всем максимальным идеалам кольца а, где будет стоять 1 минус n от m в степень минус s в минус 1. Угу. Вот такое определение. Так, ну да, определение, по крайней мере, вполне понятно. Да. Что с ним, как с ним жить, да, что с ним можно делать. Сейчас будем жить, но сначала еще одно слово я скажу, что если а – это функции, скажем, комплексно-значные, ну, тут это не будет иметь смысла, но тем не менее, пусть кольцо такое – комплексно-значные функции на каком-то многообразии мх. Ого. То максимальные идеалы… На комплексном, да, многообразии? Да. Угу. Угу. Ага. То все максимальные идеалы… имеют вид… Так… Мх. Точно, да? Да. Такие функции, которые обгуляются в этой точке. Да, и здесь уже количество в факторе c всегда, да? Да. Поэтому, значит, такое научное выражение, что вот этот х, он равен спектру… это такое научное словосочетание… кольца А, ну, а все эти м – это просто точки спектра. Угу. Угу. То есть, если бы мы стартовали вот с этого, мы бы могли восстановить саму х, да? Да, как ни странно, да, да. Ну, еще, конечно, х не просто множество, а множество снабженной топологией, естественно, и даже там какой-то гладкой структурой, может быть. Ну, вот, бывает такая топология Зарисского, которая восстанавливается чисто из алгебры, но она не совсем, она грубее, чем обычная топология на иксе, но топология нас сейчас не интересует. А как вот здесь быть? Это же… Как быть здесь? Непонятно, да. Но просто я хочу ввести такой язык. Язык спекторов, да? Что мы, на самом деле, перемножаем просто по точкам. Вот когда пишут произведения по максимальным идеалам, на самом деле, перемножаем по точкам. Поэтому, значит, Zeta A от S — это произведение по точкам спектра… Да. То есть спектр кольца гауссовых чисел — это вот там, вот этот вот весь цветник идеалов, которые мы описали. Да. Ну, собственно, простых чисел, на самом деле, которые мы описали, потому что там вернаться на теореме арифметики, там каждый максимальный идеал порождается простым числом. Да. Так, а это вот для любого кольца вот так надо написать, правильно? То есть вот что такое за эта функция кольца, да? Кольца. А теперь даже не обязательно кольца. Так. Римана убираем. Да. Потому что… Риман нас вдохновил на эти свершения и ушел. Ну, он еще вернется. Ну, он еще вернется, да. А скажи только, пожалуйста, мы во времени ограничены… Вадиком. Вот ровно… Ну, то есть как он пройдет, подождет там, мы завершим. Ну, то есть сейчас 10.35? Ну, то есть у меня был план такой, что там, грубо говоря, 10.45-11.15 ты и 11.15-12.45. Ну, до 11.15, я думаю, мы уложимся точно. Да, дальше просто, да, по ситуации, если Вадик уже придет, то он и… Потому что видишь, как нас перебросили с Ленинского сюда, и та встреча, которая в Ленинский 6, в соседний дом, предполагалась, она теперь в получасе езды. Ага. Вот, поэтому я им сказал, что я чуть-чуть опоздаю. Ага. Там, на ту встречу. Ну, и здесь чуть-чуть, может быть, если мы с Вадиком раньше закончим. Ну, ты спокойно рассказывай как бы вот… Угу. Все, что хотел пока еще… Вадик ведь не проявлялся, да, он еще не звонил? Наверное, еще нет. Ага. Так, отлично. Да, значит, у нас… у нас появилась для каждого кольца своя зета-функция. Да. Так, ага. И появился спектр кольца, это все максимальные идеалы. Да. Вот, но нам еще, значит, пригодятся, может быть, чуть более общие образования, чем спектры кольца. Ну, значит, может быть, давай чуть-чуть позже мы их рассмотрим. Ага. Просто… Ну, среди… Пока что начало, среди колец, бывают такие кольца, которые алгебры над конечным полем. пусть… А – это алгебра над fq. конечномерные или нет? Как… Нет, нет, не боже мой. Какая угодно, да? Например, алгебр многочленов. Ага. 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 То есть, соответственно, не конечное по количеству элементов. Да. не обязательно совершенно. И даже главные наши примеры будут соответствовать, что они… Текст n. Ага. Это идеал вот в этой алгебре, да? Да. И мы рассмотрим с точностью до него. Да. Так, это уже не поля. Да. Это уже только алгебра. По крайней мере, все равно там есть максимальные идеалы, и во всех них фактор по максимальному идеалу будет каким-то конечным полем. Да. А. А, это какое-то расширение нашего конечного поля. Да. А следственно, как вы помните из курса… из четырех лекций конечных полей, оно должно иметь вот такой вид. А, да. Так. Н мерно. Н мерно на ДФКУ. Да. Н мерно на ДФКУ. Это N, это совсем другой N? Это K. Это да. М-идеал. Пусть будет N. Да, пусть будет N. Хотя L — это простое число. У меня учил Горчинский, что L — это простое число. Да, совершенно верно. Ну, еще бывает R, например. А, R. Воу. R — отлично. Хорошо. Но, может быть, даже Соломоновым решение будет такое. А. Мы сюда поставим R. А-а-а-а. А здесь все-таки вернем M. Н. Н. Н, да. О, отлично. Так. Очень хорошо. Значит, теперь, еще раз напишем это произведение. Это называется… Сейчас будет Z-функция снова, да? Да, сейчас будет Z-функция, связанная с… Давай свяжем ее с X. Вот X — это будет спектр A. Множество… Многообразие, заданное вот этими уравнениями. Да, у нас X будет вложено в афинное пространство размерности R, но над полем FQ. Да. А, ну да, я понял. Ну да, это координаты… А, ну да, я понял. То есть… А это его уравнение. Это вот такой взгляд на вещи, да? То есть, на самом деле… А может быть даже лучше… То есть, это множество… То есть, это множество… Просто решений… Будет Y, например. Да. Решений — это система уравнений, да? Просто множество решений… Так, сейчас, но вот как раз оно… Уже, извиняюсь, конечное совершенно. Получается, да? Ну… Получается, да? Вот нет. Как? Потому что даже если уравнений… Даже если уравнений никаких нету… Вот давай рассмотрим случай, когда Y — это просто… А в R — Даже прямая. Полем FQ. Ну да. Тогда соответствующее кольцо… Ага. Это FQ от одной переменной. Да. А это бесконечно. А вот Y… Спрашивается, какие там бывают максимальные идеалы. А их бывают там дофигища. Значит, максимальные идеалы… А, подожди, подожди. Они все главные. Сейчас я пытаюсь понять, что происходит. Я понял, я перепутал. Я все перепутал. Вы это неприводимым многочленом? Для каждого… Сюда. Со старшим коэффициентом 1. Сейчас я перепутал. Это не точки одного такого множества, это для множества… Так, подожди. Значит, самый простой случай заключается в том, что каждой точке свой многочлен X минус A, ну то есть каждому числу, да? А, подожди, ну что еще конечное… Нет, бывают такие многочлены. X минус A. Их конечное множество. Но это еще не все, да? Их ровно Q штук. Ровно Q штук. Но бывают многочлены старшей стильки. Да, да, да. Тоже неприводимые. Их конечное количество, их как бы дискретное количество, да? Дискретное, да. Но бесконечное абсолютно. Но бесконечное, ага. Это все неприводимые многочлены, вот в этой простой ситуации, это все неприводимые многочлены с коэффициентами из FQ. Да. Которые как-то безумно устроены. Вот мы, в частности, сейчас посчитаем, их бесконечно много, но на них есть некоторая структура, в частности, для каждой конечности, конечное число, и мы сейчас, в частности, посчитаем сколько. Обалдеть. Так. Вот. Значит, еще раз. В абстрактной ситуации есть зета-функция, но мы теперь будем ее описать как бы геометрически, что это функция многообразия, которая задана такими уравнениями. Значит, по-прежнему это произведение по всем точкам. Мы теперь будем говорить, что X это точка Y. То есть, максимальный идеал ВА. То есть, максимальный идеал ВА, да, если так говорить формально. Либо это написано, как всегда, один минус N от X в степени минус S в минус первой степени. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. А, ну это все конечное опять. Да? Потому что. Да. За счет того, что поле конечное, это будет абсолютно конечное число, N от X. Вот. Но теперь N от X будет иметь довольно стандартный вид. Раньше это были там все простые числа для обычной дета-функции Риммана. А теперь они все имеют такой вид. Да. Значит, N от X всегда равно Q в некоторой степени. Да. А эта степень, она называется степенью X. В этом примере это будет степень многочленов. Вот. Но здесь, в отличие от дета-функции Риммана, здесь опять ситуация такая, что каждая такая скобка много раз повторяется. Потому что. Конечно. Многочленов в данной степени не проводимых все-таки дофигища. Да. Совершенно верно. И давай мы это вот так и так и перепишем. То есть, мы напишем, что у нас будет новая переменная. А. Ага. Т. Это Q в степени минус S. И тогда, тогда мы напишем новую функцию ZY от T. Это произведение по всем точкам. Да. 1 минус T в степени Deg X в минус 1. Вот. Deg это степень, да, я понял. Отвечать как раз за то, чтобы здесь сколько, какая степень этого многочлен, грубо говоря, или какая степень расширения нашего поля. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Над нашим тем, которым мы работали. Да. Так, и здесь будет много-много раз повторяться вот для каждой степени. Естественно, вот просто написано, да, что если точки имеют одинаковую степень, то это одинаковые множители. Угу. Вот. Но, значит, смысл замены переменной стал в том, что вот такая классическая Z функция от S равна вот этой новой заглавной Z функции от T равного Q в степени минус S. Ага. 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 Ну да, просто замена переменных и все. Да. Вот. Хорошо, теперь, наверное, придется, к сожалению, стереть. Но я могу что-нибудь оставить, что нам, например, если внизу вот эту вот Z функцию надо будет оставить, то скажи, не, ничего, мы перепишем еще раз. Ага. Да. Так, и сколько же их? Я пытаюсь понять, сколько неприводимых многочленов какой-нибудь простой ситуации хотел бы представить. Сейчас мы посчитаем. Это как бы такая производящая функция, так сказать, числа неприводимых многочленов, и ее можно небольшим трюком вычислить. Это как-то связано с тем, что если их очень много в меньших размерностях, то как бы при произведении получается меньше в старших. Ну да, да, да. То есть мы опять же будем пользоваться. Больше качества многочленов закрываются. То же самое. Основной теоремой арифметики, что всякий многочлен можно разложить однозначно на… На множители. Неприводимые, да. А уж сколько всех многочленов, это хорошо известно. Это понятно. Это опять же степени, это эвакуэнной степени. Да. Каждый раз следующая степень. Да, да, действительно, то есть приходится рекуррентно считать. Мы должны посчитать количество. Первой степени мы знаем это все. Да. Потом второй степени как бы, ну… Ну правильно, там есть произведения линейных. Да. Нужно из всех вычислить произведения линейных. Да, да. Вычесть произведения линейных. Да. Если всех… Сколько… Как у нас обозначалась размерность… Вот этот… То есть размер… Вот этот Q… Q просто… Q количество элементов основного… То есть получается… Q на Q на 1,5 там вычитает… То есть Q на 1,5. Что такое, да? Да. Ну это только первое, да? Дальше вот начинается… Да. Там можно вычитать уже произведения линейных на квадратичные и так далее, да. Хорошо. Значит… Теперь… Это… Мораль… Из первой половины о том, что алгебраически замкнутые поля лучше… Да. И… Вот теперь… Значит… Игрок… Это… X0… Это многообразие… Ну определенное… Над конечным полем. Да. Ну то есть… Заданное… Уравнениями… Вот… С коэффициентами… В конечном поле. Да. Очень хорошо. Но… Можно вместо него… Ну… Помимо него… Рассмотреть… Еще… Другое… Многообразие… X… Как бы… То же самое… Но на алгебраическом замыкании… Уравнения те же? Да. Абсолютно… Уравнения те же. Просто переменные пробегают… Да. А… А fq… Это на самом деле то же самое… что fp… Ну, как бы… где q равно p в стой… То есть, вот… Да. А здесь замыкание… Объединение… 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 Заодно те же выравнения. Угу. Но… в… афинном пространстве… … … … … степени R, мы договорились, над логбраическим замыканием конечного поля. Да, и как ты это приводливо замечаешь, логбраическое замыкание конечного поля — это объединение по всем возможным степеням, не знаю, A, скажем, F, Q степени A. — Сейчас, а оно не то же самое, как у самого базового поля F, P? — Да, то же самое. — Да-да-да, конечно, конечно, и это же равно F, P степени A. — А, ну это просто да, мы взяли объединение здесь, как бы каждый в какой-то… мы через разреженные объединения, но все равно равно тому же, что и… — Да. — То есть такой, они расширяются, каждая содержит предыдущие, на самом деле, да? — Да, но для этого нужно, чтобы они делились друг на друга. — Ну, не предыдущие, да, то есть они содержат делителей, но если взять все, то в результате мы покроем то же самое, что если такой, как это, проективный шильпредел, да? — Нет, это будет инъективное объединение. — Объединение, так. — Вот. — Ага. — Кстати, теперь можно восстановить исходное поле следующим образом. Значит, на этом алгебраическом замыкании действует автоморфизм фрабиниуса, это как бы аналог комплексного сопряжения. — То есть мы могли взять вещественное многообразие, заданное какими-то вещественными уравнениями, рассмотреть его комплексные точки. — Так. — То же самое вещественное уравнение задают теперь комплексное многообразие. — Да. — Но в норме есть комплексное сопряжение. — Да. — И исходные вещественные точки — это те, которые варианты относительно комплексного сопряжения. — Так и здесь, это автоморфизм фрабиниуса от точки с координатами Y — это Y в степени Q. — Ну, то есть каждая координата в степени Q, да? — Каждая координата в степени Q, да. — Ну, просто на самом поле, если Y здесь лежит… — На поле оно неподвижно просто, да, на FQ всё? И вот тогда, если ты возьмешь те точки алгебраического замыкания, которые неподвижны относительно фрабиниуса, — Да. — То это будет аккурат наше исходное поле FQ. — Так же, как вещественные числа — это комплексные числа, инвариантные относительно комплексного сопряжения. — Да, но здесь ещё красивее, потому что, например, мы взяли FQ, а фрабиниус взяли не в степени Q, например, а в степени просто P базовая, тогда мы сузили это FQ до FP, да, в результате этого. — А если наоборот в какую-то более Q квадрат возведём, да, степень? — Да, то-то получим… — Какое-то большее поле, да? — То-то квадратное, да. — Ага. — Вот. Но я не знаю, я надеюсь, что наши слушатели это сами когда-нибудь считали, но вот это не очевидно, в принципе, что это автоморфизм, да, но очевидно, что он переводит произведение в произведение, а то, что он переводит сумму в сумму… — Это, да, это четвёртая лекция была, но как бы… То есть это Пенон Ньютона, грубо говоря, над этим самым, и там по индукции это получается. — Да, ура. — Ну да, но я как бы, да, я к слушателям обращаюсь, что эту лекцию невозможно смотреть не только без гомологии, да, но ещё и без того, чтобы пересмотреть четвёртую, это вот самый чёрный уровень, да, из моей серии четыре лекции конечные поля. Там был зелёный уровень, синий, красный и чёрный. — Да. — И в чёрном уже там было вот про то, как устроено произвольное конечное поле. по-моему, мы выводили и то, что действительно возведение в соответствующую степень. — Да. — Но если нет, даже если мы до этого не дошли со школьниками школы Рогородского, там уже будет два шага до этого, это уже можно посмотреть там в любой книге. Да. То есть конечное поле, да. Есть конечные поля над данным P, это такая расширяющаяся башня, да, вложенность по делимости степеней. И если я беру, возвожу в какую-то степень P, x степени P в L, да, то на месте стоит, соответственно, поле F в L. — Да. Да, да, такая вот башенька у нас. — Отлично. Значит, ещё раз, это был автоморфизм поля нашего, алгебраического замыкания. — Да, да. — Но я хочу сказать, что он действует также автоморфизмом на самом x теперь. Но это можно двояко увидеть. Вот у нас, как говорили, что… — Сейчас, автоморфизмом уже в каком-то другом смысле слова, да? — Спектр алгебры A. — Автоморфизм… — Тут x же это не алгебра, но в смысле… — Да, вот сейчас скажу. Это было так. А x — это был спектр алгебры A, но тензорно помноженный над FQ на алгебраическое замыкание… — То есть мы расширили коэффициенты. — А, да. — У нас те же самые уравнения, но числа у нас теперь принимают значения в большем поле. Раньше у нас было всё вещественное, но можно было рассматривать то же самое с комплексными коэффициентами. Теперь мы рассматриваем вот такой аналог комплексных — С максимальными, да. — Ну и вот у нас здесь действует автоморфизм Фрабениуса, но, стало быть, он и тут действует. — А, и точки начинают прыгать, да, по орбитам? — И точки начинают прыгать, да. — Точки прыгают по своим орбитам. — Ну а именно, вот если была какая-то точка с коэффициентами X1 и так далее, Xr… — То просто взведи его в степени… — Да, как каждый взводит, совершенно верно, да. X1 в степени Q и так далее, Xr в степени Q. — Прыгают, точки начинают разбиваться на целые орбиты. — Да, совершенно верно. — И само многообразие, соответственно, исходное, оно и есть неподвижная точка. — Да, всё буквально так и есть. Значит, если мы захотим посчитать решение как бы над исходным полем, то есть хотим посчитать X0 от FQ, то это просто неподвижные точки. — А, вот, вот тут уже начинается, до Володи уже перекличка, да? — Да-да-да, сейчас. — Вот она. — То есть мы считаем неподвижные точки опять. Формула Левшица их считала, и мы теперь здесь считаем. — Да. — Ага, так, X фрабениус, да. — Ну и если мы захотим на большем поле… — Фрабениус Q в степени, да, соответственно, X0 от FQ в степени N, это будут неподвижные точки, но относительно N на степени фрабениуса. — Да, фрабениус у нас тут один и тот же, с Q вот этим, с базовым. — Да, может быть, честнее было бы называть фрабениусом, в общем, минимальное Q, то есть P, но поскольку у нас сейчас… — Нам интересно именно… — Q Q Q Q самое маленькое, да. — А, это просто N-кратное, значит, его применение, это то же самое, что возведение в степеньку в N. — Да. — Такая задача по аритметике степеней. — Да. — Да. — И получается, что, ну как бы, да, здесь их гораздо больше неподвижных. Гораздо больше. Чем выше степень, тем вообще старые неподвижные не могут стать неподвижными. А новые могут, попрыгав, повернуться к себе. — Да, и получается иерархия неподвижных точек вот этих изображений. — Да. Ну а сейчас давайте чуть-чуть сотрём и подытожим то, что мы про эту иерархию можем сказать. — Как говорит Горчинский, упаковали, упаковали, да? — Вот, сейчас упакуем, да. — Он упаковал квадратичный закон взаимности, упаковал в некоторое то, что такое произведение там по всем… — Да, да, да. — Опять же там… — По точкам спектра какого-то. — Да, да, да. — То есть там что-то похожее происходило. Ну как похожее? — Да. — На профанский взгляд похожее. — Не-не-не, конечно похожее. — Или это действительно, да, это близкие? — Конечно, да. Там у него кривые какие-то, наверное. Здесь тоже бывают кривые. — Кривые — это просто размер с 1, да, многобранзия? — Да, многобранзия — размер с 1. То есть как бы, когда уравнений чуть-чуть меньше, чем неизвестных. — Угу. Здесь это все в строгом смысле тоже, да, в конечном случае можно сказать, да, что это только размерность там уже? Ага. Вот как бы к этому делу и клонится, что можно откуда ни возьмись… — Понятие… — Завести топологию. — А, дискретная размерность, да, какая-то появится фактически? — Нет, такого не знаю, но… — Дискретное определение какое-то через… — Ну да, казалось бы, все дискретно, да, но оказывается, можно ввести здесь топологию и воспользоваться формой Левшицы, да. Как бы к этому все клонится. — Так… — Это было великое озарение Андре Вейля, которое потом удалось реализовать Гротендику и сотрудникам. — То есть вот это как бы, когда Левшицы это писал, он писал только для многообразия? — Да, у Левшицы все было абсолютно в обычной топологии для обычных многообразий. — Значит, в самом деле, мы напишем упаковку. Значит, у нас есть Х0, ну, который был, скажем, спектром алкебры А, и есть Х, но это над полем ЭВКУ. Есть Х, это спектр А, тензорная. Вкус чертой над ЭВКУ. И у нас здесь есть свои замкнутые точки, то есть максимальные идеалы. Значит, есть точки Х0, то есть максимальные идеалы. — Так… — А, и есть точки Х. — То есть максимальные идеалы. — Вот, и он. — Расширенный. — Окей. — Вот. — И теперь здесь действует Фрабениус. — Угу. — Окей. — Так вот, утверждается, что Х0, — это просто всевозможные орбиты Фрабениуса на точках Х. — Притом, если здесь лежит какая-то точка Х, то ее степень — это просто как раз порядок орбиты. А, то есть они вот так разбиваются. Ну вот, давай рассмотрим пример Афинной прямой. Значит, здесь будут написаны неприводимые многочлены. — Сейчас, значит, если есть Афинная прямая, и ты ее смотришь здесь, то ничего кроме точек этого поля не должно стать. — Да, ты это не видишь. — Совершенно верно, да. — Алгебруевская замкнутость. — Ну, это же не корни исходных, это корни… — Притом, многочленные. — Это корни с какими-то жуткими коэффициентами. Они соответствуют… — А теперь Х — это просто F с чертой. — Да, да, да. — Тут ничего больше нет. — Ну, как получается неприводимые многочлены? Неприводимые многочлены — это все равно, что ты их набор корней говоришь. — Ну да. — Но этот набор корней должен быть невариантен относительно Фрабениуса. — А, ну, атоморфизм, да, ага. — Значит, неприводимые многочлены — это все равно, что набор корней… — Ну, потому что коэффициенты этого многочлена на самом деле в FQ исходном лежат. — Да. — И значит, Фрабениусом не трогаются. — Да. — И поэтому когда… — И поэтому когда… — Да, он просто… — Он является подножеством просто FQ с чертой, но обязательно Фрабениус инвариантным. И более того, если бы он распадался в две разных орбиты или в несколько разных орбит Фрабениуса, то многочлен был бы, конечно, приводим. — Да. — Он бы разложился на произведение. — Ну, мы ограничились только… — В точности орбита. — Да. — Фрабениуса. — А мы потому что ограничились максимальными, и здесь основательные альфметики — все хорошо. — Все. То есть эта ситуация… А, кстати, основательные альфметики как бы более многомерными уже не будет, да, действовать? — Не будет, не будет, да. — Да. — То там идеалы не обязательно будут главными. — Это вот здесь. Вот здесь такая простая понятная картина. — Здесь идеал главный — просто можно сказать, чтобы не противомногочлены. там… Так не скажешь, но, тем не менее, вот общая картина такая. — Кажется, да? — То есть оно очевидное или оно сложное? — Оно несложное, но требует осознания. Тут как бы ничего нет, только нужно об этом подумать самому чуть-чуть. — То есть что здесь я это вижу, хорошо, да. — Да. — А вот когда размеры остаются больше, я как-то теряю прицел. Это нормально, да? — Нормально. В общем, если об этом чуть-чуть самому помедитировать, то… — То есть это связано просто с отсутствием интуиции работы вот в этих больших размерностях, с многобратьями? — Да. — В частности абсолютно то же самое верно и для вещественных. То есть, опять, если ты будешь смотреть максимальные идеалы какой-то вещественной алгебры, то они будут обязательно после комплексификации распадаться на пары комплексов сопряженных точек. — Да, там просто две всегда длина орбиты, а здесь понятно… — Нет, бывает такая вещественная точка одна или две комплекса сопряженных. — Да-да-да. — По крайней мере, это должно быть множество инвариантов на комплексном сопряжении. То есть орбиты комплексного сопряжения. А здесь роль комплекса сопряжения играет в равене. — Да. — То есть это самое главное отображение в мире конечных. — Да, да. — Ага. — Так. — В частности, поскольку мы помним, что x0 от fq… ну или давай напишем fq в n, например. Это неподвижные точки фрабениуса в n степени на расширенном многообразии, то отсюда получается, что число точек с коэффициентом fq – это просто… — Ну вот мы должны взять здесь орбиты, но которые как бы вкладываются в fq, то есть эти орбиты, у которых не больше n элементов, но не больше в смысле делимости. То есть это будет сумма по всем x таким, что степень x делит n. — А, сейчас, если степень x делит n, то этот фрабениус ее несколько раз подциклил и стабилизировал. — А если не делит, то нет, там остаток возникает, он куда-то ее… — Если не делит, то она за это может быть неподвижной относительно n степени фрабениуса. — Значит, это то, что из нашей упаковки нам пригодится и… — Пахнет формулой мебиуса, конечно, да? — Да, да, формулой мебиуса и сейчас запахнет еще формулой левшицы. — Так, ага, ага. Да, я помню, как Аркаша Вейнтруб учил меня формуле обращения мебиуса. — Да. — А я сопротивлялся и говорил, почему так некрасиво? Я привык, что математика красива. — А он мне говорил, что это я просто еще не научился видеть внутреннюю красоту, а когда я увижу ее сто раз, формула обращения мебиуса в разных видах, то я почувствую ее как, так сказать, родную. — Да, да, да. — Это правда, привыкание требуется. Давай, знаешь, может, эту последнюю формулу вот эту вот? — Последнюю, да, не трогаю. — Да, привет, Аркаша. Спустя 33 года я к этому вернулся. — Так, досюда, да? — Просто вот эту формулу, вот эту только, только эту оставим еще. — Сейчас мы его... — Ага, а, вот это тоже я стираю. Нет, это она часть этой формулы. — Ну, это, да. — Ага. — Значит, x0 — исходное многообразие над полем из qn элементов. — Да, да, да. — Равно, просто равно, множество всех неподвижных точек. Ну, многообразие в нашем обычном смысле, как множество точек, да? Равно множество всех неподвижных точек фробениуса n-ой степени. — Да. — Да. — Над всем вообще, над абсолютно замыканием этого. — Над замыканием, да. — Ага. — То есть, да, и поэтому количество равно, значит, сумме всех степеней, да? — Да. — Всех точек, у которых степень делится на n. — Степень делится на n. — Да. — Потому что это размер орбиты. — Это размер орбиты, да. То есть, если n равно 2l, например, да, то для такой x, оно дважды применённый, он даст уже себя. — Да. — Ага. И поэтому мы суммируем двойку. — Да. — Да, понятно. Вроде бы понятно. — Ну, а теперь вот, значит, где-то в сороковые годы… — Да. — Ага. — Андрей Вейль… — Ну, вот, высказал такую сбежательную гипотезу. Ну, или, как бы, предложил программу. — Ага. — Топологизация. — Ага. — Что? — Должна быть теория кагомологий. Ну, её так впоследствии стали называть Вейли. — Ага. — Ох. — Конечно. — Да. — Кагомологии, многообразие над бесконечным полем, над замкнутым, с коэффициентами, значит… — То есть над бесконечным, аллгебрически замкнутым полем, конечные характеристики… — Да. — Это, да. — Магнитиво надо вкус чертой. — А вот коэффициенты… — Не знаю, у вас были такие поэтические числа? — Я, да, с Горчинским их начал фактически, да. Он их сказал, я даже чуть-чуть подумал над ними, да. То есть это такие бесконечные влево выражения. — Может быть, об этом… — На этом не нужно заморачиваться особенно, да. — Да. — Просто, к сожалению, здесь «ку» написать нельзя. — Да, нельзя. — Я не знаю, предполагал ли это Андрей Вейль. Думаю, что, наверное, и не предполагал. — А периодические числа появились когда? Еще в 19-м веке, да, или нет? — Это как раз ровно на рубеже. Мне кажется, примерно в 1905 году Курт Гензель их ввел. — Да. То есть это тоже… это уже было. — Это уже было, да, да. Но как бы Вейль этим не заморачивался. Но просто как бы… — Впоследствии стало ясно. — Впоследствии выяснилось, что «ку» здесь поставить нельзя. — «ку» нельзя, а нужно поставить «куэль». Где «эль» — это то, что «ку» равно «и» в степени что-то. — Нет, нет. Это простое число элеадическое, но «эль» не равно «п». — Да. — Элеадические. — Сейчас. Подожди, как раз не равно тому «п». — Не равно, да. — Вот тому, которое лежит в основе «ку». — Да-да, оно… — Любое другое. — Как-то круто. Привет, Ваник. О, мы, кстати, спойлим, да? Потому что этот выйдет раньше, да? Вот. А Ваник выйдет потом, но ничего, будут думать, а кто такой Ваник. А он выйдет потом, да. Так. Хорошо. То есть, подожди, это означает, что этих теорий будет столько, сколько простых, которые отличны от «в», да? — Да. — Ну, это литератический момент, который нам совершенно на данном этапе не важен. Просто можно было бы сказать «ку», но это было бы враньём. — Да, понятно. Нет, брать мы не будем. — Вот. Так вот, значит… Ну, это такая теория, но со всеми преликами обычными. — А в «ку» просто всё занулится, да, и всё? Все… — Нет, просто её нету. Такой теории определить нельзя. Такую можно каким-то чудом определить, а социальным определением просто нельзя. И та теория, которую можно определить, она очень хорошая. Но, например, она тоже обладает естественностью, фунтуриальностью. То есть, если отображение из одного процесса другое, то на когмологии есть отображение в другую сторону. — А, то, что там бесплатно получалось топологии, да, просто? — Ну, и здесь тоже будет получаться в процессе построения этой теории. Но, в частности, здесь будет действовать фрабиниус. Вот на «эксе» действует фрабиниус, и на когмологиях будет действовать фрабиниус. — Всё тоже. — Да. И будет верна формула Левшица. — Как она тут будет выглядеть? — Она будет выглядеть как бы точно так же, но с некоторым улучшением. Значит, будет сказано, что число неподвижных точек. То есть количество точек многообразия. То есть количество решений. — Да. — Система уравнений, да? — Которое как раз равно тому, что нас нарисовало. — Так. — Оно будет равно сумме минус единица в степени и след фрабиниус в n-ой степени, но со звездочкой. Важно звездочкой не писать. Из иных когмологий в себя. — Что значит со звездочкой ты хотел сказать? — Ну то, что фрабиниусом индуцируется на когмологиях. — А, фрабиниус на когмологиях. — Раньше мы это писали со звездочкой, но теперь уже не будем писать со звездочкой. — То есть он будет линейным отображением здесь, да, просто каким-то? — Да. — У него можно будет вычесть лет. — Да. — И это в эллиадических числах все будет происходить. — Это будет в эллиадических числах, к сожалению, но, как ты видишь, сумма будет целым числом положительным. — А, сумма будет обычным целым. — Да. — Но здесь еще... — Сейчас, секундочку. — Да. — А как обычно целое в эллиадических... — Ну, они вложены, во всяком случае. А там Z вложено в QL, так что ничего страшного нет. Собственно, так это и придумывалось. Потому что, в принципе, скажем, когмологии Дерамы в каком-то смысле они уже были доступны, и можно было бы пользоваться ими. Но проблема в том, что тогда вот это число, оно будет лежать в поле ФП. А нам бы не хотелось. Нам бы хотелось иметь целое число. — Целое. — Поэтому когмологии Дерамы для целей Андреа Велли не подходили. Нужно было придумывать когмологии вот именно с коэффициентами в характеристике нуль. — Ух ты. — Вот. Значит, тут еще одна неприятность, которая забернется, наоборот, приятностью. Неприятность в том, что, когда мы говорили про формулу Левшица, у нас многообразия были компактными. — Да. — А тут мы говорили про… — А это из-за того, что двойственная спонкарей началась? — Да, да, да. — Ага. — А тут у нас подмогообразие в афинном пространстве. Сугубо некомпактное. Поэтому так, в принципе, быть не может. Это, наверное, чушь, то, что здесь написано. — Ну, конечность полей позволяет, да? — Нет. Позволяет то, что нужно называть когмологией с компактными носителями. — А, подожди. То есть здесь как бы… Я пока еще не понимаю, что это означает, но нужно еще подправить до… Ну, вот есть такое понятие когмологии с компактными носителями. Например, в теории Дерама нужно рассматривать просто такие формы дифференциальные, ну, с компактными носителями, то есть которые на бесконечность не уходят. — Да, но здесь-то как-то вроде вообще… — А что все это значит здесь? — Ну, а мы не знаем даже, что такое когмология, но вот в процессе развития теории когмологии… — То есть это как бы по аналогии, если брать аналогию… — Да, такое определить, да. — То нужно что-то, что можно взять для некомпактного многообразия, а это только, соответственно, не выходящее на бесконечность ничего. — Нет, там… Бывает понятие когмологии обычных, но то, что нужно в форме левшица здесь, это когмология с компактными носителями. Тогда у нее будет шанс быть верной, и она будет верной. И еще, значит, одно замечание. Нам нужно было, чтобы график трансферсально пересекал диагональ. Вот когда мы применяли формулу левшица, там было такое условие трансферсальности. — Сейчас еще я не понимаю вот чего. Или это какое угодно здесь, а здесь одно и то же число. — Да, это тоже удивительное явление. — В смысле, это так и будет, да? — Да, независимость отель, да. — То есть ты вводишь любые эллиотические числа, вводишь эти объекты, а сумма будет… — А потом сумма будет сюда одна и та же, да. — Это тоже поразительное явление. Но, между словом, трансферсальности в чем у нас состояло? В том, что оператор… — Ну да, оно какое-то совершенно гладкое. — Единица минус производная нашего отображения, в этом случае фрабениуса, должно быть обратимо. — Да. — Вот, но здесь это прекрасно выполнено, потому что фрабениус — это возведение в степень Q венной. — Да. — И ее производная, ну это понятно что, но у нас в характеристике P это будет просто ноль. — Это ноль. — Поэтому… — Тут единица, а здесь ноль. — И они на бесконечность тоже будут трансферсальны. В общем, это такой случай, в котором все замечательно работает. Для фрабениуса как раз это все предназначено в высшей степени. Приспособлено в высшей степени. Окей, значит, вот такая формула имеет место. — То есть впоследствии не веря кто-то другой, да? — Гартендик, да. — Гартендик, да. — Приехал, сказал, что это такое. — Теорию когмологии разработал и формулировал, что доказал. — И доказал, что так есть, да? — Да. Значит, это вот Гартендик. — Это спустя года небольшие, да? — Ну, это примерно там 65-й год. — А-а-а! — Ну, там лет 15-20 прошло. Не так уж много. Могло бы и больше пройти. — Блин. И с тех пор на это вот так смотрят, да? — Да. — Уже 55 лет, да? — Да. — Примерно так смотрят на эти вещи. — Значит, если еще у нас есть там минут 15, не знаю, то можно сказать, к чему это приводит? — Ну, как? — Фантастическим последствиям. — Я думаю, что да. Да. — А там, в принципе, есть кафе и вообще какая-то комната ожидания. — Давайте попробуем вот эту формулу тоже оставить. Ну, или, может быть, она так мнемонически очевидна, ее можно стереть, да? — Ну, она просто в точности, да. — Она в точности оттуда берется так. — Да. — Нужно просто знать, что такое, как и мелодии. — Да. — Что мы пока вместе со слушателями не знаем, но мы поняли программу для нас. — Программу, да. — Да. — Программу Вейля. — Программу Вейля, да? — Да. — Сейчас. А Горчинский говорил, программа Лен Гленца про другое, да? — Про другое. Это вот сейчас Вадик будет про это говорить. — А-а-а. Ага. Ну, он управлял слова, он не рассказывал. Это просто у него было в процессе… в какой-то момент из законов взаимности что-то возникло, которое так называлось. — Да. — Окей. — Так, итак. — Значит, да. — Да, здесь все еще, в принципе, в целом, ну, хотя скажем так, на Афинный прямой понятно, что здесь происходит. — Да. — А это можно предположить, что интуиция алгебрийских многообразий большей размерности даст аналогию. — Да. — То же самое. — Так. — Вот. — Значит, теперь мы вернемся к этой z-функции, которая была произведение по всем точкам x0. 1 минус q в степени… то есть не q, а t, 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 да. — Ну, там t, 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 да. — Да, 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 да. — Называть t. — Да. — t в степени степени x минус 1. — Так. Вот сейчас из формулы Левшица выведем, там тоже называется, первую гипотезу Вейля, Андрея Вейля. — Что это за эта функция? — Рационально. — Ну вот, как функция t. Просто отношение двух многочленов. — И все, да? — Да. — При том, что там бесконечные... — Вот, да, казалось бы. И более того, эти многочлены еще с целыми коэффициентами. Ну, да, это, впрочем, наверное, не удивительно, это не удивительно, но отношение двух многочленов, да. Блин, да, то есть это бесконечное количество бесконечных рядов, да, их умножили, и получилось однакоо. — Да. — Отношение двух многочленов. — Да. — Так. — Ну вот, давай начнем доказывать. И для этого мы возьмем логарифмическую производную. — Сейчас, то есть это рациональность для любого многообразия вообще? — Абсолютно для любого многообразия, да. — Любым конечным полем. — Да, да. И более того, это многообразие афинным быть не обязано. Можно было, например, в противном пространстве сдавать выравнениями и считать точки точно так же. То есть, например, вместо афинной прямой можно было бы просмотреть афинную, бразивную прямую. — Ну, это же, это как бы все равно, что еще одну икс взять. — Еще одну точку добавить. — В принципе, разницы нет, да. — Да, разница небольшая, но если больше размерности будет. — Ага. — Да. Для любой размерности. — Абсолютно вообще любое многообразие любой размерности, да. Не обязательно даже гладкое, не обязательно компактное. Абсолютно все что угодно. — Ну, оно за одно уравнениями и все. — За одно уравнениями, да. — Вычислим… — Логарифмическую. — Да. — Производную. — Кого? — Зато функцией. — Предполагаемого вида, да? Или вот этого? — Нет, просто сама эта функция, прям определение. — Значит, это будет такая t dp dt логарифма z функции. — Так. — Ну, чего? Это будет… Это будет… dp dt нашей z функции делить на z функцию. — А, ну да. — И это будет… Ну, здесь минус первой степени, поэтому это перевернется. — Да. — Ну, и она логарифмическая, поэтому это заменится на сумму. — Ну, какая сумма. — Да. — Значит, будет сумма по всем точкам. — Ага, с минусами. — Да, с минусами. — Да. — Ну, а здесь будет стоять минус степень x на t в степени dx делить на 1 минус t в степени dx. — Да? — Ну, типа того. — Да. — Минус ушел. — Ну, минус ушел. И давай разложим это в ряд. Получится сумма по n больше нуля, потому что мы еще домножали на t, да? Или t по k. k больше нуля. — Что за k? Она где у нас появилась? — Вот просто я разложу ряд геометрических прогрессий. — Да. — t в степени… ну, и по x. — Ну да. — t в степени k дx. — Окей? — Да? — Сейчас только начинается с какой? — Начинается с первой. — Начинается именно с первой, да, потому что здесь… — Больше нуля. — Потому что здесь есть t в этой степени, и здесь… — Я прочел больше равно нуля. — Нет, здесь больше, а. — Нет, здесь больше. — А. — А. — Просто здесь по… — А, и также x, да. — И по x. — Да. — Так, по всем точкам и по всем. — Да. — Так, и что? — И, значит, перепишем это, вот пользуясь теперь… — Да-да-да. — Да. — Такой формулой. — Сумма дx. — Перепишем это как сумму просто по… всем… — Сейчас еще дx куда-то ушла. — Вот это вот… дx сюда. — Да. — Пардон. — Ага. Так, 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 так. — Да. Так. И вот теперь, да, тут что-то будет происходить, да, с этим суммой, которая делит n… — Только здесь будет k. — k, да-да-да. — Конечно. — Так. — Да. Окей. Теперь, значит, подставив эту формулу, мы что видим? Что это просто сумма по всем… по всем точкам… Чего? — Для каждого… — …t в степени n. — Да. — А здесь будет число… — …x… — …0 в от f степени n на t в степени n. — Правильно? — Правильно? — Потому что… — Ну, вот k, dx — это n, а здесь получилась сумма степеней по всем делителям числа n. — Вот это… — Сейчас. Значит, мы взяли такой-то n, который делит, и тогда для тех… — Вот это мы подключаем n… — …которые в катаю возводятся делители… — Да. — Ну, скажем так… — Надо, конечно, расписывать аккуратно, но вроде похоже, да? — Да. — Похоже, по крайней мере… — Так, здесь взята… — А куда пошла? — А сумма как раз и ушла. — А вот она у нас есть. — Сумма ушла… — То есть мы зафиксировали t в n… — Да. — Прокрутили здесь как раз по… А, и тут попадают только те, которые делят… — Да. — Да. — Ну, вроде да. — Да. — Значит, давай еще раз сюда напишем, что это логарифмическая производная. — Сейчас. — И все остальное сотрем. — Значит, это логарифмическая производная. — Да. — Да, лог производная равна вот этому. — Стираю все наверху. — Из этой функции, да. — Кроме вот этого, да? — Это можно тоже пока оставить, да, и… — Так. — Да, и в частности, мы вернулись к вопросу про число неприводимых многочленов над конечным полем. — Да? — Оно учитывалось вот нашей z-функцией. Z-функция была считающей функцией для числа неприводимых многочленов над конечным полем. — Помню, да, помню. — Если x была афинной прямой. — Да, совершенно. — Мы его посчитали, потому что здесь для конечного поля, очевидно, это будет просто qn. — А! — То есть вот уравнение, что логарифмическая производная нашей считающей функции — это очень простая функция. — Это просто афинная прямая над этим, то есть qn? — Здесь будет просто стоять qn. — А, то есть ответ такой — количество неприводимых удовлетворяет вот такому… — То есть оно равное экспоненте вот такой простой… — Да, да, да. — Ага. — Блин. — Зашибись. — Зашибись, да. — Надо осознавать. — Хорошо. Теперь, значит, такая лемма из лениной алгебры. — Так, это надо осознавать, да. — Сюда как раз зашито, да, то, что несколько, как бы, ну, если я считаю вот рекуррентно, да. — Да. — Из предыдущих я создаю вот столько здесь, столько здесь, столько здесь. Беру произведение по всем суммам степеней, которые дают… — А потом рекуррентно, да. — И вычитаю из общего количества, да. — И вот это можно упаковать, да, в такое тоже здесь. — Так, так, лемма из лениной алгебры… Она говорит следующее, что пусть у нас векторное пространство В, и у него есть какой-то эндоморфизм F. — Да. — Ну, это хоть над комплексными числами, давай. Именно над чем угодно, в общем, в любом… — По-моему, я ее здесь, у меня на канале, мне кажется, выложена… — Ты такая лемма, да? — Про… про… про то, что он, да, это по физическому уравнению. — Ну… — Ну… — Если, конечно, мирное. — Нет, я могу поручивать другое. — А. — Ветерное пространство над кем-то полем… — Ну, вот у нас будет приложение над QN, но неважно, над чем угодно. — Так. — Значит, тогда можно посчитать детерминант 1 минус F умножить на T, ну вот действующего на пространстве V, да, в минус первой степени. И у него взять логарифмическую производную. — Так, а что за F умножить на T? Это в смысле, что степень… ТТ степени или нет? — Ну, просто… ТТ – это какой-то параметр. Вот умножаем на число. Было эндоморфизм, умножаем его на число. Ну, как вот… Это почти что характеристический многочлен. Характеристический многочлен был бы, наоборот, T минус F. — Ну да. — А здесь F умножили на T. — А, ну ты просто взял некоторый многочлен и все, вот такой, да? — Ну, не многочлен будет функция. — Ну да, получится, а T – это будет некоторый многочлен, да. Вот этот детерминант будет многочлен. А теперь мы посчитаем его логарифмическую производную. — Так. Вот. Утвердается, что это равно сумме по… — Да, это делаем, конечно. — Ага. — Опять, как там у нас… n больше нуля. Здесь тоже n больше нуля, кстати. следов F в степени n на V умножить на T в n. — Вот так вот. — Окей. — Можно даже ее доказать. — Так. — Ну, значит, если размерность V равна единице, то F – это просто число. — Да. — И тогда… — Ну, мы только что использовали такое вычисление. Ну, детерминант – это просто оно. — Да. — Вот мы это вычисление только что проделывали. — Угу. — Уже посчитали. — Да. — Вот. А теперь… Иначе мы можем там привести F в гражданной нормальной форме. Важно будет тоже стоять на диагонали и просто, ну, здесь сложится. Значит, иначе… — Все как бы раскладывается… — Упражнение, короче. — Да. — В сумму одномерно. — Ну, там, можно сказать, жардану нормальная форма. — Вот так. — Так. — Значит, Лемму доказали. — Ну, все. А теперь, если сравнить то, что написано здесь, с формулой Левшица… — Так. — Значит, осталось… — Вот там гомолодии были какие-то. — Да. — Давайте я вот этот дам, потому что я тут уже исписался. — Точно, да? — Ну, по крайней мере, локально сейчас я его выжимаю. — Окей. — Но, возможно, он и целиком исписался. — Так. — А может и нет. — Нет, может быть и нет. — А, спасибо. — Ага. — Так. — Хорошо. — Значит, если мы в качестве В подставим к гомологии… — Так. — Ашитэ с компактным носителем… — Вот те, которые неизвестны пока… — С коэффициентами в коэль, да. — Неизвестные к гомологии Вейли, Гортендика. Да, то… Вот такая альтернированная сумма даст нам в точности вот эти вот числа. — А где здесь эта альтернированность идет? — Нет, здесь пока не было. Но если мы подставим сюда альтернированную сумму, то получится в точности вот эти вот числа. — Да. — Поэтому… И в этой стороне тоже нужно будет написать такое произведение, которое отвечает здесь альтернированной сумме. — Окей. — Ну и все. И вот получится, что логарифмическая производная tdpdt логарифма зета-функции равно логарифмической производной. От такого произведения до чего-то… — Конечно. Да, конечное произведение. Да. А здесь будет написано детерминант от 1 минус фрабениус на а на когмологиях умножить на t в степени и… в степени минус 1 в степени и плюс 1. Да? Ну, еще раз. Просто каждое выражение для следов фрабениуса на когмологиях… — Да, залезет сюда. — Да, залезет сюда. И мы… Вот следы фрабениуса альтернированная сумма давала бы нам число точек, но логарифмическое производное ее можем выразить через… вот по этой линеи логопраические лемми через логарифмическое производное лимонанта фрабениуса. Ну и вот, значит, получили такое тождество. Но теперь можно логарифмические производные стереть, и останется… останется вот то, что мы мечтали… — Отличие там в какое-то количество раз, да, останется? — Не-не, не в какое количество. Вот последний шаг, что если равны… еще раз логарифмические производные, то равны сами выражения… — Сами, не стоишь сюда… — Да, абсолютно, абсолютно. — Просто, да? — Стираем. — Слушай, да, ага. — И все, да? — И это то, что мы хотели, потому что вот это… это многочлен, очевидно. — Списер, конечно, да. — Да. — Значит, вот… — Вот это… — О, пардон, пардон. — И даже более того, да, мало того, что… — Эту формулу еще и просто выписывай, да, ее? — Ну, если мы умеем считать фрабениус на гомологиях, то мы явно получаем значение для зета-функции. Вот. Ну, и, может быть, чтобы представить Вадика… — Давай я скажу… — Да, переход. — Значит, вот это… — Я стираю, да? — Да, оставляю. — Оставляю только саму эту формулу. Значит, это первая гипотеза Вейля о рациональности зета-функции. — Которая была доказана в результате… — Которая была доказана Гортензиком, ну, и там Дворк ее тоже… — В общем, разные люди ее по-своему доказывали, но вот такое доказательство — это Грандиковское доказательство. — Ага. — Вот. — Ну, и… — Значит, дополнительно… — Вот еще третья гипотеза Вейля… — Это была первая? — Это была первая, да. — Вторую пропускаем? — Вторая — это некоторое функциональное уравнение, связанное с двойственностью Том-Корре как раз. — Ага. — Ну, это гипотеза Риммана над конечным полем. — Она говорит, что… — Помнишь, у нас там было сказано, что Т — это q в степени минус s? — Да. — Поэтому вот в обычной гипотезе Риммана s в нулях z-функции s имеет вещественную часть 1,2. но это означает, что Т по модулю равно корню из q. — Да, да. — Обратному корню из q. И так же будет здесь. Значит, если… x теперь все-таки гладкая и компактная, но, скажем, проективная. — Так. Так, это мы перепрыгиваем обратно в топологию, да? — Нет. — x0. — Многообразие над конечным полем. — А, что-то так и нет. — Да. — Оно задано уравнениями, но… — Здесь какая-то вот эта топология, которую мы, ну, сегодня… — Ну, вот когда… — Слова компактности… — Ага. — Слова компактности совершенно здесь неуместны, да. — А, понял. — Проективная, прошу прощения. — Проективная? — Да. — Ну, это, там, для слушателей это как бы… — Просто у нас задано уравнениями однородными в проективном пространстве. — Ага, ага. — То есть теперь А1 пример не годится, но П1 простейший пример. Ну, или вот Вадя будет рассказывать про электрические кривые, которые в В2 вложены. — Так. — Да. То… — По характеристике многочленного фрабениуса, то есть все корни… — Бета… — Каково многочлена? — Детерминант Т минус фрабениус на итах гомологии… — Почти то же самое, только Т сюда, да, вы вставили? — Да, да. — И гомологии теперь с компактными носителями не обязательно брать, потому что у нас многообразие стало компактное, проективное. — Проективное, да. — Все корни этого характерического многочлена… — Фрабениуса… — Ну, они лежат, вообще-то, в долгобореческом замыкании поля Коэль. Ну, у нас все с коэффициентами Коэль, но, на самом деле, они являются логобореческими числами. То есть, все коэффициенты во многочлена фрабениуса — это целые числа, и решения — это тоже логобореческие числа. Поэтому имеет смысл их рассмотреть внутри комплексного поля. — А, ой. — Да, перенесенные, будучи перенесены. — То есть, они были определены над эллиадическими, но они оказались целыми, и после этого мы рассмотрели их в Ц. — Да. — Ага. — В Ц, ну, потому что они, тьфу, они на самом деле лежат в логобореческом замыкании Коэль. — Да, да. — Имеют комплексное абсолютное значение, модуль, комплексный модуль ровно Ко в степени и пополам в этих гомологиях. — Значит, в частности, это означает, что никаких сокращений в этом многочлене, как будто у нас зета-функция… — Был какой-то многочлен, который отвечает первым когмологиям от t, многочлен, который отвечает третьим когмологиям от t и так далее, делить на многочлен, который отвечает нулевым когмологиям. — Ну, его реально нету, который отвечает вторым когмологиям и так далее. — В общем, все четные когмологии стоят в знаменателе. — Вот так? — Да, там было минус единицы в степени и плюс один. — Ага, да, да. — Все нечетные стоят в числителе, но, в принципе, про эти многочлены априори ничего не известно. Например, могли бы все к чертой матери сократиться. Так вот, утверждается, что, не боже мой, что у них все корни совершенно разные, никаких абсолютно сокращений не бывает. — На разных арбитах все корни живут, не могут совпадать. — Вот. И, в частности, степень этих многочленов, они такие, как размерности когмологии. Например, эллиптической кривой у Вадика будет квадратный многочлен в числителе за счет первых гомологий, двумерных гомологий эллиптической кривой. Ну, и нечто совсем простое в знаменателе, потому что нулевые и вторые гомологии совсем простые. Ну вот. — Первый — это который у Тора, да? — Да, да, двумерные гомологии в степени один, да. — Ага. — Да. — Ага. — Вот такие пироги. — Да. — Понятно, почему это называется гипоидзе Риммана, потому что, еще раз, она отвечает тому, что вещественная часть S, она лежит на каких-то прямых. Но в случае с этой функцией Риммана, она отвечает такой простой алгебре целые числа, такому простому многообразию, у которого были как бы только одни гомологии, только вот при S равном одной второй. А здесь бывают S равные одной второй, двум вторым, трём вторым и так далее. — И эта гипотеза, ну, можно же конкретное многообразие проверять, да? — Да, да. Более того, она доказана. — А, она доказана, в отличие от Риммана? — Гипотеза, вот эта гипотеза Риммана доказана. — То есть, основная гипотеза Риммана не доказана. — А эта доказана, да. — А эта доказана. — Дилинь. — Да. — Я его видел. — В 73-м году. — Да. — Микматия. — Да, да, да. Вот это он. — Офигеть. Ну вот. — Я потом, когда в Бельгии стажировался по телевидению игр, который работал, там его помнят. — Молодцы. — И вот тому там даже дали титул графа, у него есть свой герб и гимн. — Да. — Круто. — Да. — Миша, спасибо огромное. — Спасибо тебе. — Как это? Век воли не видать, да. То есть это век, это будем век разбирать. Но я приступаю, да. Я приступаю к слушателям, которые вот из продвинутой части, моих подписчиков тоже я. Всех вдохновляю на большую настоящую науку. Вперед, друзья! Маткульт привет всем! — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.